Привет, красотка! И это мое первое видео в 2019 году, и я решила начать его с новой, возможно, рубрики, если вам понравится тема такого видео, с новой темы для меня. Я для вас собрала целых 10 продуктов, которые дешевле 500 рублей и которые достойны вашего внимания, которые действительно классные. Я о них расскажу, покажу, как они работают, почему я вам их рекомендую. Вообще, бьюти-индустрия не очень-то дешевая, поэтому найти какой-то обалденный продукт, чтобы он был классный, полностью тебе подходил, хватало его надолго, менее чем за 500 рублей, это уже считается как бы находкой. Поэтому надеюсь, что этот пакетик, возможно, вам чем-то поможет, вы откроете для себя новое, крутое какое-то средство. И более того, я решила разыграть среди моих красоток целый вот такой вот набор, то есть я все это закупила. Мало того, что всеми этими продуктами я действительно пользовалась, то есть что-то у меня есть, что-то у меня просто закончилось, но для этого видео я купила все 10 продуктов, которые дешевле 500 рублей. Я вам сейчас их буду наглядно показывать, но не вскрывать, потому что одной из моих красоток достанется целый набор из этих 10 крутых средств, которые я реально рекомендую и советую. А чтобы узнать, как получить его, смотри до конца. Ну что, я думаю, не будем тянуть, как я это обычно люблю делать, и сразу же начнем. У меня тут такой чек, почему-то такой огромный, хотя здесь всего 10 продуктов. Ну ладно. Продукты эти либо действительно мои заядлые прям must-have, которыми я пользуюсь, которые я люблю, либо открытие для меня 2018 года. И, собственно, поехали. На первое место я решила поставить, ну не обязательно, конечно, на первое, они все очень крутые, но, тем не менее, по своей стоимости, соотношение, собственно, цены-качества, этот продукт просто должен, должен, понимаете, завоевать ваше сердце. Это тушь от Vivienne Sabo Cabaret. Она не то, что дешевле 500 рублей, она дешевле 300. А в золотом яблоке я ее купила за 180 рублей, по-моему, по скидке. 180 рублей за обалденную тушь. Это вообще... Мне придется открыть упаковку, но саму тушь открывать я, разумеется, не буду. Вот так вот она выглядит. И пусть вас не смущает то, сколько она стоит, работает она просто нереально. И для меня это открытие 2018 года абсолютнейшее. Мне действительно много туши приходит на обзор, и я смотрю, что лучше, что круче. Но вот эта малышка из масс-маркета просто покорила мое сердце. И если вам действительно хочется иметь невероятный объем, невероятную длину, будто у вас накладные ресницы, серьезно, но это, если что, не реклама. Это действительно моя практика, потому что у меня ресницы, как вы знаете, и короткие, и тонкие, и там что можно сказать не очень хорошего о ресницах, вот это все про меня. Поэтому я особенно тщательно подхожу к выбору своей туши. Идем далее. Здесь я вижу тональный крем от Maybelline. Вы очень-очень часто у меня спрашиваете совета, Саша, какой тональный крем мне купить, у меня такая-то кожа. И я понимаю, что я вообще не имею права абсолютно вам что-то рекомендовать по каким-то вашим объяснениям, типа у меня сухая или нормальная или жирная кожа, и вот так вот она себя ведет, и вообще я подросток. Почему этот тональный крем я положила в этот пакетик? Во-первых, он дешевле 500 рублей. Как заявляет нам Maybelline, он подходит для всех типов кожи, и входит сюда в состав витамин Е и органовое масло. Но меня привлекло не это, привлекло его хорошее покрытие, но при этом не суперсушащий состав, не скатывающийся в течение дня. Я не могу быть уверена на 100%, что, конечно же, такой тональный крем подойдет всем, потому что, когда мы говорим о коже, мы вообще не можем быть ни в чем уверены. Но, тем не менее, присмотритесь к нему. Он стоит даже 275 рублей, представляете? То есть он даже стоит меньше 300 рублей. Следующий продукт, на который стоит обратить внимание, это карандашик для бровей. Автоматический карандаш я пользуюсь сейчас только такими. То есть карандашами в дереве мне не нравится, неудобно. Они какие-то сухие, непонятные. Из всех карандашей автоматических для бровей он самый идеальный, потому что он и тоненький, и форма у него какая-то прям суперподходящая для вырисования каждого волоска. Это и фраше. Я сюда куда-нибудь напишу стоимость. Это либо 300 с чем-то, либо 200 вообще с чем-то рублей. Он у меня уже заканчивается третий раз, и четвертый раз я куплю. Я вообще не подумаю ни о чем другом. Есть он в трех цветах для блондинок, шатенок и брюнеток. Я купила в цвете шатен. Это такой вот средний оттенок. Мне кажется, он подойдет большинству. У кого русы, коричневые волосы, возможно, даже блондинка подойдет. Следующий продукт тоже очень удивительный по цене и по соотношению цены-качества. Это гель для бровей. Тоже от Vivienne Sabo. Он вот такой прозрачный. Он не дает, конечно же, никакого цвета, но он дает невероятную, невероятную фиксацию. Действительно, стоит он даже менее 200 рублей и справляется со своей задачей отлично. У него такой хорошенький, достаточный объем. Очень удобная кисточка. Она не маленькая, она такая широкая и отлично справляется с бровями. Следующий продукт это инструмент для макияжа. Это кисточка 2 в 1. Самая, как я считаю, незаменимая кисть в макияже. Хотя сейчас, когда я начала красить брови карандашом, мне кажется, что она не такая уж незаменимая. Но если вы красите брови тенями, если вы делаете подводку скошенной кисточкой, в принципе, скошенная кисть, она никогда не будет лишней. Тем более, что здесь она 2 в 1. Здесь скошенная кисточка. Хорошего качества, действительно, хорошая скошенная кисть, это важно. И на обратной стороне щеточка. Расческа для бровей, для ресниц. Просто даже масло для бровей на ночь наносить ей удобно. Стоит 240 рублей. Это бренд Catrice. Раз уж мы заговорили о Catrice, давайте еще одно средство, еще один продукт откроем. Эта палетка, мне кажется, просто невероятная по своей комплектации. Тут нет, как я считаю, ни одного лишнего цвета, которые меня очень сильно раздражают, если они и есть. Палетка из 9 цветов. 2 ты используешь, остальные 7 нет. Здесь все очень классно. Если вы интересуетесь контрингом, если делаете контринг, если только начинаете делать контринг, то вот эта палетка, она и бюджетная, и в своем составе действительно вот, ну, хорошая. Отличное средство, чтобы скрывать покраснения различные, может быть, высыпания, какие-то остаточные явления после прыщиков. Красный, он нейтрализует синяки под глазами. И остальные три, это для контринга, собственно, хороший такой цвет, который не рыжит для скул. И консилер более телесный такой и более светлый для зон под глазами, для выделения Т-зоны. В общем, мне кажется, для такого домашнего скульптурирования они жидкие консилеры. Не сухие корректоры, а именно жидкие. Их нужно всушевать либо кисточкой, либо влажным спонжиком. 334 рубля. Следующий продукт, мы к нему плавненько подходим. Я должна вас подготовить, потому что он не дешевле 500 рублей. Но, тем не менее, он сэкономит вам деньги, терпение и нервы. Это подводка от Клиник, и я понимаю, что от Клиник в принципе не может быть что-то, наверное, дешевле 500 рублей, либо это что-то должно быть маленькое и на скидках больших. Но это невероятная подводка, которой я пользуюсь год, девочки. Подводка Фломастер с идеальным кончиком, то есть с идеальным вот этим аппликатором, который рисуют. Действительно вот так графично и так четко, как это нужно. Быстро мотовеет. Мотовеет, это, по-моему, уже слово из моего словаря какого-то личного. В течение дня не отпечатывается, сидит на глазках хорошо. Собственно, вот я сейчас с ней, и ни разу я не пожалела. И это самое главное. Самое главное, что она у меня уже год, и она не хочет сохнуть. Она не собирается высохнуть, понимаете? То есть, обычно подводки из масс-маркета, которые мы привыкли с вами покупать, мне очень нравилось раньше от Мейблин, вот сюда куда-нибудь я вставлю, от Риммель, от Никс. Они стоят, разумеется, дешевле. Хотя стоят около 480 рублей тоже. Но в чем их беда? В том, что они высыхают либо за 2 месяца, либо за 3 месяца. У меня вообще был рекорд, и я за месяц высушила подводку. То есть, я всего лишь пользовалась ею почти каждый день. И она у меня через месяц уже высыхала, что мне нужно было ее каждый раз смачивать, каждый раз нужно было пропитывать хорошо свою руку ею, потом уже кончиком набирать. Ну, в общем, это лишняя трата времени. Это, на самом деле, лишняя трата денег. Потому что, если посчитать, что в течение года вы купите вот эту подводку из масс-маркета 4 или 5 раз, то вот эта красотка с вами будет год точно. Это я вам уже говорю просто вот гарантирую, потому что со мной эта подводка целый год. И я вам говорю, она не хочет даже высыхать. Поэтому это экономия, на самом деле, своих денег. Сейчас в золотом яблоке она продается за 700 рублей. Вообще она стоит дороже. Но даже в перерасчете это выходит дешевле. Дальше у меня будет консилер. Тоже очень часто меня спрашиваете о таких продуктах, как тональники консилеры. Это первое, что, мне кажется, девочку всегда волнует, когда она подходит к вопросу макияжа. Это Ева Мозаик. Мне кажется, я однажды этот консилер вам уже советовала. Не буду обманывать. Скажу, что стоит он 295 рублей. То есть, менее 300 даже рублей. А по своей эффективности и свойствам, и качеству. Очень хороший продукт. Вообще марка Ева Мозаик очень классная. Присмотритесь к ней, если вдруг кто не знает. Я даже некоторых консультантов спрашивала, продавцов-консультантов. Извините, звонит телефон. Да, мам. Приветик, хорошо. Как у тебя? В общем, я не помню, о чем я уже говорила. Извините, мама немножечко мои мысли сбила. В моей руке консилер, значит, я говорила о нем. Очень хорошее маскирующее свойство у него. На область синячков, на область покраснений каких-то. Везде, куда наносится консилер, он отлично с этим справляется. Я не скажу, что, конечно, очень много продукта. Но и стоит он не под 500 рублей, а под 300. А, вот на чем я остановилась. Я говорила о том, что у очень многих консультантов, продавцов-консультантов в золотом яблоке, я спрашивала о бренде Ева Мозаик, и они как будто вообще не в курсе. Это что, реально не распространено на какой-то бренд, что ли? Они так переспрашивали, а это люксовая или масс-маркет косметика? А это декоративная или уходовая? Я говорю, ладно, понятно, спасибо. И осталось у нас два продукта. Один это помада. Я не могла оставить вас без средства для губ. Зная то, как сильно матовая помада залезла в наши косметички, и то, как она многими любима. И до сих пор у меня спрашивают, Саша, что у тебя на губах? Хотя я всегда говорю, что это что-то одно и то же, либо мак, либо никс. Так вот, вот этот блеск, жидкая матовая помада, стоит 400 с чем-то рублей, почти 500. А нет, ровно 400. Но это, мне кажется, какая-то акция была. Хороший нюдовый цвет, немного пересушивает губы. В зимнее время особенно я вам рекомендую увлажнять их хорошенько бальзамом, перед тем, как вы наносите матовую помаду. И, в принципе, весь день прямо не носить матовую помаду на губах. Но если хочется хорошей стойкости и хорошего цвета, у них много выбора, на самом деле. От самых-самых там каких-то телесных, бежевых, до кофейных почти коричневых оттенков. Очень много нюдовых красивых цветов. Большой объем хватает надолго. И последнее средство, но ни в коем случае не по значению. Вы уже знакомы с ним, если знаете о моем бьюти-боксе, который вышел и в его состав входил вот этот вот продукт. Это жидкие тени от Catrice, металлические. И именно в оттенке Champagne Shower мне безумно он нравится. И он сейчас у меня на глазах. Он у меня на глазах уже больше года встречается частенько. Очень классный продукт. Это тени, которые наносятся с помощью аппликатора. Но не нужно этого бояться, что вы не просто кисточкой наносите тени, а вдруг аппликатор есть, нет. Это достаточно просто. Вы просто наносите тени, пальчиком растушевываете или наслаиваете тем же самым аппликатором для более сильного явного пигмента. Как вам угодно, хоть на каждый день, если вы прям сильно растушуете, у вас просто будут блестящие золотистые глазки. Очень надолго хватает. У меня уже больше года они, и я очень довольна. И стоят они у нас 345 рублей. Там есть много оттенков на самом деле теней. Если вам не хочется золотые, можно посмотреть какие-то другие. Но я даже не останавливалась на другом свете. Мне безумно нравится этот золотистый. И в принципе это все 10 продуктов. Я их сейчас обратно быстренько накидаю. Давайте перейдем к условиям. Первое условие, самое простое, это быть подписанным на меня в инстаграме. Здесь сейчас будет мой ник. Второе условие, поставить лайк под это видео. И третье условие, наверное самое сложное. Напиши в комментариях видео на какую тематику или на какие тематики ты ждешь от меня в 2019 году. Это могут быть идеи для марафона, бьюти-марафона. Это могут быть просто идеи для видео. В какую сторону мне двигаться, чего вы от меня хотите побольше. Обзоров, больше макияжей, больше полезных видео, больше блатологичных видео. И не забудьте в этом комментарии оставить свой ник в инстаграм, чтобы мы могли с тобой связаться в случае, если именно ты станешь победительницей. Ну что ж, девочки, я буду завершать. Я очень надеюсь, что видео действительно было вам полезно. Когда я готовилась к этому видео, я поняла, что на самом деле у меня много продуктов в голове, которые дешевле там 300, например, рублей. Не только из декоративной косметики, но и из уходовы. На которые стоит обратить свое внимание. И в принципе я могла бы делиться с вами такими подборками. Так что дайте мне понять, нравится ли вам эта идея. Делать ли из этого целую рубрику. Ну а я с вами буду прощаться. Я вас очень сильно люблю. И улыбайтесь чаще. Пока.